Это трагедия. Каким образом может быть близка современному человеку? Нашу жизнь не разыгрывают в карты, мы не возглавляем войска, а в обычной жизни мы не слышим голоса, наверное, чаще, чем мы их слышим. Хотя, конечно, сцены судов вполне могут быть актуальны. Что еще в этой человеческой трагедии вечно и живо для каждого человека? Есть ли еще какие-то события в истории Джангаре? Есть ли еще какие-то моменты в истории Джангаре? Я думаю, что да. У нас всегда есть общая связь. Мы можем иметь отношение с этим персонажем, потому что мы можем быть face с человеком, который был борщ, который был борщ, против, как связи, для того, как говорится, как говорится, подборщины. Это, например, «батащит» и «батащит» от нее-мами, против и через символы. И мы находимся в конце этого батащита как у нас человечество, как мы, как мы. Это почему мы тоже в остальном состоянии. Это универсальный, не что-то, что привело к среднему, или сегодня. Сегодня, это что-то из-за времени. И это тоже мощность в театре, выходя из времени, из-за времени. Мне нужно помнить, как ты начинал. Я сказал, что это важно, если ты хочешь. Да, есть... Есть параллели, которые можно провести с современностью. В первую очередь, речь идет об освобождении. Речь идет о персонажах, который... Жанна Дарк, это персонаж, который боролся, в первую очередь, против определенной системы. И об освобождении, о жизни персонажа, несмотря на... именно как человека, как человека, несмотря и через... через символы, которые... которые потом этому человеку навязываются. И... Но прежде всего, эта история, она универсальна. Она не принадлежит ни средневековью, ни современности. она вне времени. Это история освобождения человека от символов, которые... которые на него нарастают. Если можно, я зацеплю за слово «система» и спрошу о религиозной проблематике оратории и спектакля. насколько публике следует ожидать неожиданной трактовки этой... этой темы, поскольку у нас в стране это важно. И мы даже знаем, что один из соседних театров в соседнем городе для своей очередной премьеры приглашал на работу специально православного священника в качестве консультанта, чтобы все трактовки в спектакле соответствовали каким-то правилам и какой-то правильности. Следует ли ждать чего-то неожиданного? ... 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 просто потому что это проблема поэтому у артистов обязанности это дать новый подарок и подарок это проблема если я даю вам проблемы если у артистов может быть это corresponde к подарок и так это общение я должен начать с того что что искусство призвано ставить перед зрителем определенные задачи определенные загадки ставить вопросы и каждый такой вопрос это подарок если у артиста получается поставить вопрос перед зрителем то у него получается преподнести этот подарок и этот подарок должен быть новым и каждый раз это должен быть подарок неизвестный я думаю, что артистов не стоит в стереотипе потому что если у артистов становится проеверно-минес Centers прежде всего какие-то ious бидимензий от жилья это не имеет никакого а во время с того, что и мы это не имеет какие-то художественные и Мы должны приглашать духовку в двумя смысла, в том, что думает и в сердце воспитанника на уровне неизвестен. Я думаю, что это обязан для артистов. Искусство должно избегать стереотипов, потому что стереотипы в искусстве делают его иллюстративным, а иллюстративное искусство ограничивается двумя измерениями, тогда как мы должны задействовать еще и третье измерение, это взаимодействие со зрителем и вовлечение разума зрительского, то есть это не только его разум, но и его сердце. Тогда о зрителе. Вообще музыкальный театр, одна из его любимых затей, это превращать невидимое, превращать то, чего нет, в видимое, изображать его в музыке. Я не хочу, чтобы звучали какие-то спойлеры, наверное, это не нужно, но тем не менее в данном случае вы делаете видимое невидимым. Вы доверяете воображению зрителя? Вам кажется, что музыка сама с ним прекрасно общается без посредства режиссера? Вы accountsruете? Вы думаете, что в музыке может быть без положения под сцены? Да, я думаю, что в опере, в частности, это искусство, потому что мы действительно планируем в дименции, который нас окружает, наш тело, который находится в различных ощущениях. И вы уже говорите, что артистный театр, это также позволяет исправить вещи видов, и и vice-versа, позволяет исправить вещи не видов. И я думаю, что в этом игре, лиспектр является абсолютным protagonистом. Да, мы начнем с этого. Вы правы, я доверяю зрителю. Я считаю, что зритель является полноправным участником процесса. И, как вы правильно сказали, искусство театра заключается в том, чтобы сделать видимое невидимым и наоборот. Опера является тотальным видом искусства, которое позволяет сделать это все. И сегодня вечером зритель будет протагонистом, полноправным участником спектакля, абсолютным протагонистом в этом спектакле. Еще о музыке. Вы говорили, и это видно в ваших работах, одна из ваших любимых задач — это время. Специальная организация времени. Но опера ставит перед режиссером сложную задачу, поскольку время уже задано композиторам, время задано музыкой. Скажите, пожалуйста, пару слов о том, как оратория Жанна Д'Арк ставилась сейчас здесь. Как складывались ваши взаимоотношения с Теодором Курензисом? И приходилось ли вам его, может быть, осаживать в смысле времени? Или самому поторапливаться? Или замедляться? Да. 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 Действительно, в театре, как вы совершенно правильно сказали, время — это один из инструментов режиссера, как камень для скульптора или краски для художника, однако опера? Да. — Операт. —. Поэтому нужно принимать эту лимит. Но эта лимит должна быть возможность, которая должна быть инструментом для ласкинки. Она должна быть, по парадоксу, для ласкинки для ласкинкинки. Поэтому нужно жить в том, что мы находимся, в том, что интимное. Нужно работать. Но в опере поставлены очень четкие границы. Время прописано композитором один раз и навсегда. С одной стороны, это ограничение, но это ограничение можно трансформировать, можно преобразовать в возможность. И именно это время, которое уже прописано заранее композитором, может стать рычагом для того, чтобы произведение отправить еще дальше. Время прописано. Что вроде Деодор. В этом случае я хочу сказать, что это экстраординар, потому что мы имеем в виду оборудование для первого опера. Я говорю, что это не флотеррия, но я хочу сказать, что мы в городе, которая есть маленькая, это не капиталь мира, где есть трезор, это чудо. Оркестр – это лучший в мире, хор – это лучший в мире, и кондуктор – это лучший в мире. Если говорить о работе с Теодором, то я, кажется, открыл для себя эту оперу по новой. Потому что он иначе дышит этим произведением. И, как я уже говорил, прекрасно, что это происходит в Перми, в маленьком городке, где есть такое чудо и такое сокровище – лучший в мире оркестер, лучший в мире хор и лучший в мире дирижер, и это не лезть. А что касается спектакля, было ли что-то, что было придумано, но невозможно было реализовать технически? Ваши спектакли крайне технологичны? Было ли что-то, что, к сожалению, не получилось, останется на будущее, именно в технологическом смысле? Вы не сможете реализовать технически? Ваши спектакли? Ну, я тоже делаю некоторые вещи, в принципе, нет, у меня нет технологии. В любом случае, здесь нет, мы не могли все реализовать. Несмотря на то, что у нас была проблема с Lyon, мы могли все сделать. Я бы не сказал, что технологические моменты являются частью моего метода. Я использую их без особых эмоций. И нет, в данном спектакле не было ничего такого, чего я бы не смог сделать технологически. У нас все получилось, хотя были небольшие различия с площадкой в Lyon. Однако нет, у нас все получилось. Отлично. И еще в целом об оперном театре. Вообще, для радикального драматического режиссера выход на оперную территорию, может быть, с одной стороны, некоторым расширением, что ли, поля действия. С другой стороны, оперный театр остается таким достаточно консервативным, коммерческим, развлекательным предприятием. Не приходится ли себя сдерживать в смысле того радикального послания, которое вы передаете публике? Не снижение ли это пафоса? Если вы высказываете, что вы planetерный театр наукует 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 наукует? А, да. Поэтому, я ничего не изменяю в отношении к тому, что мы имеем в этом месте, который является театр. Поэтому, я предлагаю вещи, я lanzаю вещи, и иногда, я не знаю, на реакционном публике, это может быть paradox, но это не проблема для меня. Когда я обнаружу реакционный публик, это уже слишком поздно. Поэтому, я не могу ничего делать, я делаю свое дело. Я бы не сказал, что я провожу четкую грань между оперой и драматическим театром. Это разные вещи, но в основе своей это все равно остается театром. Поэтому, я бы не сказал, что я как-то себя сдерживаю. Я что-то придумываю и запускаю это в публику, не сдерживая себя. Возможно, реакция публики – это уже не моя проблема. Потому что, когда я вижу реакцию публики, то уже поздно что-то менять. – Если вы не проводите границу между оперным театром и драматическим, то оперный вообще-то это очень любит – проводить такую границу. И вне зависимости от того, как он видоизменяется, оперный театр вообще-то всю дорогу настаивает на том, что он именно музыкальный театр, что музыка в нем самая главная. Для вас это так. И вообще музыкальная драматургия, собственно, Жанны Дарк. Вот это ее, скажем, стилистическая эклектичность. Насколько была материалом для вашей фантазии или поводом, чтобы от нее оттолкнуться? – Да, да. – Как для вас думать на театре музыкальный, это важно думать, которые в театре музыкальные – как Рикард Вагнер, например, или Меннеггер, они построили опера как театр. Театр был всегда музыкальный, после трагедии греха. Таким образом, на натуре, на музыке. И театр, на музыке, это же самое. Рикард Вагнер, для него, это было очень важно, очень важно, в акцию театр, в этом видео, в спу, в цепи, в цепи, в цепи, это было в целом. Я думаю, что это анachронистическое продолжить моделирование, для начала, от первого герархи, от первого музыки, и после того, остальное. Это не работает. Но если мы говорим о музыкальном театре, то мы говорим в том числе и о Рихарде Вагнере и о том же Аннегере, для которых в первую очередь это музыкальный театр. И для Вагнера, если мы говорим более подробно, он рассматривал свои произведения как единое целое. Для него текст имел такое же значение, как музыка, световое решение имело большое значение, и постановка они не проводили этого различия. И отношение в опере к музыке как к доминанце, оно очень архаично, что вот есть музыка, а потом есть все остальное. Театр – это театр. И у позиции, что есть музыка, а потом есть все остальное, на ней слишком много пыли. Театр – это одинаковый пыли, в общем, и о том, что мы говорим, что мы уже походим в пыли. Это превращается для культуры. Я думаю, что это будет первое, чтобы экспериментировать. Экспериментировать. Что-то что-то поверить в эмоции, в интимности. Это будет эпидемия индивидуальная, которая зависит от тебя, от тебя, в таком виде, два спектатора. В театре то, что трогает зрителя, это единая волна эмоциональная, которую нельзя разделить на отдельные элементы. Трогает все сразу. Театр — это опыт. Это опыт, который жжет, и это опыт, который трогает. И это личный опыт каждого зрителя, почти религиозный опыт каждого зрителя. Я все-таки еще переспрошу о музыке. Чем именно музыка оратории вас захватывает и в чем она ведет вашу фантазию за собой? Трогает музыка. Трогает музыка. Это, я должен сказать, это очень отличный, в смысле, в смысле, мы можем плать. И, для меня, это было очень интересное. Это было очень интересное. Но, я должен сказать, что я должен сказать, что я должен сказать, что я работаю на этот персонаж, который Гендарк. Для меня, это было очень важно, например, для того, чтобы рассчитывать эти персонажи, также в кино, в том числе, в том числе, в фильме Дрейер и Роберт Брессон. У нас, у нас, у нас, у нас, у нас женщина, которая была вовы, поэтому у нас есть фрагивность, у нас есть фрагивность, что она была вовы. Как флор. Это удивительная музыка, музыка, которая меня очень тронула эмоционально. Однако в первую очередь я работала над текстом и над персонажем Жанны Дарк, который также для меня очень кинематографический персонаж, в первую очередь фильмов Драйера и Робера Брессона. И там она предстает во всей своей хрупкости человеческой, как девушка, почти как цветок. Ну, наверное, последний вопрос такой совсем абстрактный и тоже музыкальный. У вас в божественной комедии рояль, сожженный рояль в трилогии появляется, насколько я помню, во всех трех частях. Музыка — это какой-то важный ключ для вашего театра. Какой это символ? Музыка — это символ для вас, в вашей музыке, в вашей продукции? Музыка — это символ для вас, в вашей музыке. Музыка — это символ для вас, в вашей музыке. Музыка — это символ для вас, в вашей музыке. Музыка — это символ для вас, в котором я могу articles быть, в твоей рыбе. Музыка — это символ для вас, в вашей музыке. Музыка — это символ для вас. а peut-être в театре même. C'est l'instrument qui brûle, c'est le chant de l'instrument qui brûle. L'instrument, в ce cas-là, c'est peut-être aussi le corps du spectateur, de l'acteur, qui éclaire celui du spectateur. Quelque chose comme ça. — Давайте начнем с конца. С горячего пианино. Да, горячее пианино это в какой-то степени символ музыки. Это метафора музыкальная. Музыкальный инструмент, который горит, который издает звуки И это точно так же можно сказать, что это ещё и сердце актёра, который тоже является музыкальным инструментом. Я достаточно легко чувствую себя в опере, потому что я всегда работаю с музыкой, со звуком и в звуке. И звук, для меня любой звук, любой шум, который появляется на сцене, он становится или он превращается в музыку. А музыка — это прямой путь к сердцу зрителя. Картинка, визуальная составляющая, апеллирует к логике. Музыка напрямую воздействует на сердце зрительское. И вот нужно поймать эту комбинацию воздействия и на сердце, и на логику, на разум зрительский. То есть одновременно и музыка, и картинка. Мы попробуем это сделать. Наверное, самый-самый-самый ещё последний вопрос. Однажды я в вашем интервью слышала, что не только спектакль показывает себя зрителю, но и зритель показывает себя спектаклю, каким вы хотите видеть сегодня этого зрителя, чтобы он как показался? Музыка напрямую воздействие. Да, я всегда считала, что зритель тоже покажет себя зрителям. Он показывает себя спектаклю, и спектакль смотрит на зрителя. И зритель, да, и зритель предстаёт обнажённым. Он точно так же обнажается во время, когда смотрит этот спектакль. И искусство театра — это искусство контакта между зрителем и спектаклем. И без зрителя не было бы театра. Точно так же можно сказать, что... И театр — это не театральное действие, это не объект, который можно потреблять. Это искусство контакта. Потому что спектакль, он идёт дальше. Он раскрывает границы объекта, и это опыт, который получает зритель. Спасибо огромное. Обнажаемся потихонечку и идём в театр, поскольку без нас его не будет.